Наринмар готовится к Новому году. Рабочие предприятия «Чистый город» уже приступили к установке ёлок. Праздничные гирлянды и инсталляции будут радовать горожан, как и в прошлые годы. Подробнее, где в городе искать новогоднее настроение, у моей коллеги Ольги Русул. Ноябрь только вступил в свои права, а в Наринмаре уже началась подготовка к одному из самых любимых народных праздников – Новому году. В этом году город обещает быть особенно нарядным. Уже сейчас в микрорайонах работники предприятия «Чистый город» устанавливают ёлки. Наринмарцы, глядя на масштабную подготовку, тоже понемногу проникаются праздником. Чувствуется новогоднее настроение у вас? Особенно площадь. Утром прохожу, все красиво. Скажите, а когда вы дома начинаете готовиться к Новому году и что делаете? Ну, как украшаем окна с улицы. У нас же конкурс иногда самых чистых дворов. И вот украшаем с улицы внутри, ну, в середине декабря. Обязательно уже. Ближе к концу декабря уже именно украшаю все дома. И вот уже настроение появляется. Мандаринок купить, чтобы запах был. А дома что украшаете, что делаете? Ну, гирлянды, ёлочку маленькую ставлю. Нарезаем ёлку и подготавливаемся к Новому году, так скажем. А когда это происходит? В декабре. Ну, чувствуется новогоднее настроение? Ну, для меня, да. А когда начинаете дома украшать все? Когда вот прям такой уже? Прямо где-то в начале декабря. Что делаете? Ну, ёлочку ставлю, всё так развешиваю, гирлянды, да вот это, да. Преображаю квартиру. Ранее подготовка окружной столицы к новогодним праздникам оправдывает себя. Есть время, чтобы успеть качественно украсить центр города и микрорайоны. В этом году было закуплено дополнительно к украшению 7 новых елей, которые будут установлены в разных локациях по микрорайонам города. Это 5 5-метровых елей светодинамических, одна 7-метровая и одна 10-метровая. Если по местам, где будут установлены, значит, 10-метровый – это парк юбилейный. Я думаю, для жителей того микрорайона это будет большой радостью. 7-метровая будет установлен у нас в микрорайоне новый посёлок. Кроме того, 5-метровые новогодние ёлочки устанавливают на улицах Пионерской, Швецовой, Первомайской, в микрорайонах Мирные в Кармановке. В конце этой недели работники чистого города приступят к установке главной ёлки столицы и деревянной горки на площади Марацей. Единственное «но» – вандалы. Их нападение уже подверглась ёлка в Кармановке. Не простояло даже суток. Выломанные ветки удалось восстановить. Хотелось бы обратиться ко всем гражданам города Наринмара, более бережно относиться к имуществу не только новогоднему, а всему имуществу муниципального образования. Не ломать, не трогать руками, особенно вот новогодней ели. Большая просьба – не трогать руками. Потому что конструкции всё-таки находятся с гирляндами встроенными. И любое к ним прикосновение может повлечь к выходу их из строя. Традиционно к созданию новогодней атмосферы в городе подключаются ТОСы. Они также установят и украсят ёлочки на своих территориях. Кроме того, в вечернее время уже радуют горожан световые анималистические фигуры в пешеходной зоне рядом с первой школой. Окончательно завершить украшение города планируется в начале декабря. Также дополнительно ещё на площади Ленина запущена архитектурная подсветка елей. В прошлые годы мы устанавливали там гирлянды. В этом году будет светодинамический перелив светодиодных прожекторов. Кроме того, на Ринмарсов ждут многочисленные сюрпризы. Так на площади Ленина появится новая световая инсталляция в мэрии. Уверены нарядные улицы города. Это залог хорошего настроения горожан. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.